Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, Савик. Пятница, 2 августа. И, как всегда, по пятницам мы будем подводить итоги этой недели. Да, Савик? Да, да, да. Здравствуйте, Леся. Здравствуйте всем зрителям. Да, мы будем подводить итоги. И сегодня, в конце концов, можно начать с хорошей новости. То есть, ну, она хорошая. Не на все сто процентов. Это самый большой обмен после Холодной войны между, ну, скажем, Соединенными Штатами и Россией. Ну, я бы сказал, скорее, Западом и Россией. На свободе оказались такие люди, как Олег Орлов, такие люди, как Владимир Крамурза, как Илья Яшин. Ну, я всех там не буду перечислять, да, но это люди, с которыми в любой момент что-то очень нехорошее могло произойти. Да, и, конечно же, мы очень рады за семьи всех, за друзей, за близких, за соратников, потому что, ну, люди оказались на свободе, и это, конечно, ну, это хорошая новость. С западной стороны, конечно, ну, главный фигурант – это Красиков, который убил чеченского диссидента, да, то есть, ну, Зелимхана Хангошвили в Берлине, в саду, в дневное время, просто на глазах у всех. Это было такое показательное абсолютно убийство. Вот. Насколько я понимаю, канцлер Шольц был готов его отдать за Навального. Видимо, это только видимо, российская сторона не захотела. Ну, в общем, что случилось с Навальным, мы знаем. А вот сейчас он вышел на свободу. Значит, что я могу сказать, кроме этой, ну, ложку дегтя все равно, вот, вот, все равно вот не обойдется, потому что надо поразмышлять на эту тему, да. Это обмен, это обмен невиновных на преступников, да, это нехороший прецедент, потому что даже когда Владимир Буговский был обменен на Луиса Карвалана, Руис Карвалан не был преступником, он был просто главой коммунистической партии Чили, но, а здесь у нас откровенные преступники, особенно красники. О чем, да, Савик, о чем многие сейчас говорят, понятно, новость очень хорошая, и особенно семьи и близкие этих людей очень рады, которые вернулись сейчас на свои родины, я имею в виду тех, кого Запад забрал, да, ну, или там российских оппозиционеров. Но вот о чем говорят и что, чего опасаются очень многие эксперты, то, что этим прецедентом был открыт ящик Пандоры, и теперь любые самые-самые жесткие киллеры Кремля, которые работают в странах Запада по заказу Кремля, которые устраивают теракты или политические убийства, они будут знать, что вот, мол, в любом случае, даже если их схватят, то потом их поменяют. А сидеть в европейской тюрьме для многих из них, ну, это как курорт, там не пытают, там хорошо кормят. И, в конце концов, вот как мы сейчас увидели, то есть может произойти обмен, во время которого для России теперь что важно? Важно максимально набирать обменный фонд на Западе, то есть задерживая любых граждан, ну, чем важнее, тем лучше, журналистов, там, кого угодно. Вот как вы на это смотрите, Саик? Действительно, насколько это опасно? Ну, вы понимаете, ведь у Путина, как у крестного отца, у него же есть принцип, да, мы своих не сдаем. Значит, вот Красикова мы не сдаем, да, никоим образом, да, он убил во имя Родины, он вообще-то герой, там можно говорить, что вот, там ему не дадут никакой должности, есть всякие прецеденты, скажем, будь торговец оружием, которого обменяли, он сначала должен был стать депутатом Государственной Думы, но не стал, но не в этом дело. Дело в том, что каждый потенциальный убийца сегодня, он может чувствовать себя как бы в безопасности, потому что за его спиной стоит Путин, да, и Путин своих не сдает, а это, это есть один из принципов мафии. То есть, ну, как бы, когда мне говорят государство, да нет, какое там государство, понимаете, это не государство, оно действует абсолютно мафиозными способами, и это просто вот маленький-маленький такой штрих, эпизод, который просто об этом говорит. Ну, это, конечно, это, конечно, будет подвержено критике, несомненно, потому что все же убийца, он должен заплатить за то, что он совершил, но, с другой стороны, конечно же, люди, которые вышли на свободу, они смогут быть очень полезными и для России, и для Украины, то есть они будут бороться, конечно же, против этого режима, пусть даже за рубежом, это не имеет значения, да, я вижу, что они, то есть путинцы, они очень боятся, даже тех людей, которые работают за рубежом, и которые вещают там на своих каналах в Ютьюбе или Телеграме, вот, поэтому... Скажите, пожалуйста, новый президент России среди этих вышедших на свободу российских политзаключенных, может быть, если да, то кто из них может стать лидером России? Нет, 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 я думаю, возможного конкурента они убили, они же знали, что Навальный может, потому что Навальный объединял достаточно широкие круги общества, а Илья Яшин или Владимир Кармурза, нет, это не кандидаты в президенты, нет, нет, я пока сегодня не вижу того человека, который мог бы стать лидером оппозиции в том смысле, что ее все объединить, вот всю объединить и уже начать что-то вот такое конкретное делать, да, а понимаете, каждый день находить новое ругательное слово в адрес Путина, это в принципе, да, ну не очень эффективный способ борьбы, поэтому я как-то вот, нет, лидера нет, но есть серьезные борцы, очень серьезные борцы, и Владимир Кармурза, и Илья Яшин, это серьезные борцы за, в общем-то, свободу России и окончание этой войны, и вообще путинского режима, да, то есть вот тут вот, ну бойцов добавилось, да, в ряду оппозиции бойцов добавилось. Я хочу тогда дать побольше подробностей по этому обмену, потому что, ну, неизвестные, сенсационные подробности опубликовала The Wall Street Journal, очень интересная статья, она большая, поэтому я для наших зрителей сейчас выберу из нее, ну, самое-самое, да, чтобы мы с вами смогли это обсудить. Значит, о чем они пишут? Потому что они опросили огромное количество тех, кто был в процессе этого всего, и дали такую большую картину, кто и что, и как делал. Они говорят, что задержание Гершковича и других американцев в России было стратегией, Москва таким образом собирала обменный фонд для того, чтобы освободить нужных ей людей. Главный человек, которого Россия хотела получить, приговоренный в Германии к пожизненному заключению, киллер Вадим Красиков, которого с Путиным связывают личные, долгие, многолетние, тесные отношения. Известно, что они вместе ездили на стрельбище, и тут The Build написала такую сенсационную тоже статью, я считаю, по поводу Красикова, и какие поручения Путина он мог выполнять. Мы это чуть позже обсудим с вами. Дальше, вот что пишет Wall Street Journal. Важную роль в процессе обмена сыграл Христо Грозе, потому что это его была изначальная инициатива обменять Навального, потому что это ведь процесс долгий, друзья, он идет много-много месяцев. Это сейчас мы увидели вчера, уже финал, результат этого процесса. А тогда еще Навальный был жив, и у Христо была инициатива, то есть он всю эту историю инициировал в том числе. Он встретился со специальным представителем президента США по делам заложникам Карстеном и сказал, что, возможно, правительство Германии согласится освободить Красикова на Алексея Навального. Дальше. Не все члены правительства Германии были согласны на обмен Красикова, что интересно. Вот против была глава МИД, например, Анна-Лена Бербак, и она считала, что это создаст прецедент и будет плохим сигналом для беженцев, которые, как убитый Красиком чеченец, искали в этой стране убежище. Ну, то, о чем мы говорили. Да. Дальше. А переубедить ее пытался лично госсекретарь Энтони Блинкен. На каком-то этапе в переговорах также участвовали Хилари Клинтон, американский миллиардер, бывший гендиректор Google Эрик Шмидт и даже американский журналист Такер Карлсон в этом поучаствовали, приложили руку, потому что Карлсон, когда уехал на интервью к Путину, он предупредил помощников президента Байдена, что поднимет вопрос освобождения Гершковича и даже надеялся, что Путин отпустит журналиста по его просьбе. Кстати, один такой уже есть, Трамп заявил вчера, что Путин обещал, что отпустит Гершковича только для Трампа. Ну, как мы видим. В ответ Путин впервые публично признал, что за Гершковича он хочет получить человека, который отбывает наказание в стране-союзнице США. Это тогда в интервью Карлсону. Дальше этот вот человек по заложникам от США Карстенс встречался с Абрамовичем в Израиле и обсуждал возможные условия обмена, в том числе включение в него Навального. Через пару недель после встречи Абрамович ответил, что Путин открыт для переговоров. Кстати, сразу про Абрамовича верну вам информацию, друзья, потому что очень тоже интересно, значит, The Times уже написала, слушайте, ну это тема номер один для всех сегодня мировых СМИ, да? Вот The Times написала, что в обмене участвовали не только Абрамович, а и Руперт Мердок. И именно Мердок вышел на Абрамовича и попросил, ну, о том, чтобы этот процесс начался, такой обмен состоялся. А пикантности ситуации ведь что добавляет? Что, по сути, Мердок и Абрамович теперь родственники. Это как одна семья. Почему? Потому что бывшая тёща Абрамовича теперь новая жена Мердока. И как бы вот между ними, то есть, были тоже эти все консультации. Смотрите, да, казалось бы, мы увидели картинку просто обмена. Вот одни люди на других были обменены. А сколько за этим стояло усилий, переговоров, личных связей, политики, лидеров политических. Идём дальше. Тут ещё несколько деталей интересных из Wall Street Journal. Да-да-да-да-да-да. Дальше. Интересно, как вела себя мать Гершковича, особенно мать, ну, родители, особенно мать Элла Милман. За её активность коллеги Гершковича прозвали её Элла-репортер. Ей удавалось добиваться встреч с лидерами государства, в том числе с Байденом и Шольцем. Дальше. Что интересно, Германия согласилась отдать киллера Красикова, только после того, как была личная встреча Байдена и Шольца. Это уж Байден уговорил Шольца, потому что он не хотел. Что ещё я здесь вам скажу? Да, после смерти Навального переговоры застопорились, но к маю опять активизировались. При этом Германия захотела включить сделку своих граждан. И мы помним, Лукашенко перед этим помиловал одного гражданина Германии буквально за пару дней. Дальше, дальше, дальше. Дальше, большая роль директора ЦРУ в этом Уильяма Бернса, потому что он лично летал в Анкару, чтобы обсудить детали сделки со своим турецким коллегам, потому что мы знаем, что на территории Турции всё произошло, и они очень активно, активную работу вели. Так, и что ещё? Вот что ещё. Это уже такая журналистская штука, очень интересная. Гершковичу разрешили забрать с собой письма, записки и черновик книги, которые он писал в заключении. Перед освобождением он должен был подать Путину прошение о помиловании. Ему передали бланк. По желанию он мог либо заполнить его, либо оставить пустым. Журналист вписал туда свою фразу. Он спросил, готов ли Путин дать ему интервью. Интервью. Ставик. Молодец, Эван, молодец. И хорошо, что он забрал всё с собой. А раз вы упомянули Христо, чтобы я не забыл, я должен извиниться и перед вами, и перед зрителями, потому что в прошлый раз вы мне, вы говорили о ФСБшнике, который напился и, в общем, ехал совершать какое-то покушение в Париж перед Олимпиадой или во время открытия, и потом он оказался в Венгрии, его не пустили в аэропорт, потому что он был слишком пьян. В общем, я, конечно, в это не очень верил, но я послушал Христо, который всю эту историю раскрыл. Ну, в общем, слушай, что я могу сказать? Это, ну, это я говорю, не знаю, это бравый солдат Швейк, ну, что я могу сказать? Это вообще, это ФСБ, это ещё та же история. А что касается вот всех этих деталей обмена, да, ну, как обычно, понимаете, это же обмен, это же очень сложная история, да, это же не так, что давай-давай. Ну, Путин, я думаю, что после смерти Навального, я думаю, что, в общем-то, он и смягчился, да, по поводу, главное ему было получить Храсикова. Но ему же всегда главное получать людей, которые что-то знают и сделали ради России. Да, там, помните, Медведчука он получил. Этого я уже фамилию забыл, наверное, который М-16 он тоже знал, да, он тоже был в обмене. А, ЦЭМах вы имеете в виду? Да, ЦЭМах, да. Да, по крушению, да, самолётов. Да, 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 так что вот он получает тех людей, которые ему нужны и, как всегда, с одним месседжем, да, мы своих не покидаем. Ну, ему вот, ну, скажем, этот месседж передать там своим близким и всем киллерам вокруг, ну, ладно, этот месседж работает, скажем, работает, да. Что тут сказать? Я думаю, что все, то есть американцы обычно очень дорожат своими гражданами. И особенно, когда речь идёт о журналисте, да, или, скажем, даже о спортсменке. Помните, ведь совсем недавно на БУТ обменяли американскую баскетболистку. Да, то есть вот американцы реально вот это та страна, которая очень сильно заботится о своих. Поэтому я бы, если вы не американец, и если вы, в общем-то, из страны, которая может вас защитить, а может вас и не защитить, я бы в России не ездил. Да, потому что реально они сейчас будут собирать очередной фонд. Наверное. Да, наверное, это так будет. Но, по большому счёту, конечно, я очень рад, что эти люди на свободе. Конечно, я Карамурзане в лучшем здоровье и за него надо было переживать. Илья Яшин продолжал делать дерзкие заявления и всё, что угодно могло с ним случиться. Орлову ему 70 лет, и мы понимаем, что это уже возраст такой серьёзный. Так что, ну, сохранить людям жизни – это хорошо, но не забывать, не забывать, что сотни людей ещё там сидят. Что сотни людей сидят за рисунки, за пьесы, за какие-то там твиты, за что угодно. Да, там сотни людей продолжают сидеть. Да, и, в общем, что-то надо делать для их возволения тоже. Но это будет очень сложно, потому что пока Путину никто не нужен. Вот когда кто-то понадобится, не дай бог, не говорю «не дай бог», потому что это обязательно будет какой-нибудь киллер. Потому что это обязательно будет какой-нибудь киллер.